Всем добрый вечер. Мы скажем одно маленькое предложение и его работа объясним. В нашем главе Параша Бешаллах Тора пишет в Аяб Айом Ашишим. Это уже будет когда они прошли воду, когда вода уже открывается, уже они в пустыне. Не было хлеба и воды пить. Все начали плакать, и Бог говорит, не плачьте, я вам дам хлеб. И было, говорит, в пятницу, и Бог дает два раз больше хлеба. И написано в Аяб Айом Ашишим. Бог говорит, в пятницу два раз больше. Шуханур говорит, что отсюда у нас есть Минаак, что в пятницу вечером и в субботу днем мы берем два хлеба и говорим барахан. Вопрос, в Талмуде есть небольшой спор между Рашей и Рашбан. Если когда говорим барахан на хлеб, на два хлеба, надо из каждого ломать кусок и кушать или с одного хлеба ломаем кусок и кушаем? Рашей понимает, что надо из каждого хлеба поломать кусок нижнего хлеба и сверху ломаем по куска и кушаем. Это Митцва кушать, Рашей говорит. Рашбан говорит, нет, с одного хлеба берем кусок и его кушаем. Второй вопрос, если у женщины тоже есть Митцва, это Леха Мишнана, два хлеба или нет? Турак говорит, что так как женщина тоже была в этом чудо, которое Бог взял, что идет сверху, идет хлеб, и поэтому, когда мужчина моет руки, он сразу не должен говорить барахан, он должен ждать, пока все дети, пока все женщины, кто дома есть, пока все не сядут, он не имеет, говорит право барахан. Почему? Потому что когда он говорит благословение на хлеб, все слушают, отвечают аминь, и все могут кушать его благословением. Потому что если он уже поел, они что, в кухне там готовят, рыбу дают, бахши вытащат, что-то вытащат, они не слышали, значит женщина будет отдельно сказать на два хлеба барахан. И поэтому надо ждать, пока все помоют руки, выйдут, сядут за стол и все скажут благословением. Есть такое мнение, если женщина руки не помыла, и мужчина торопится, он чуть-чуть такой, барджал, и начинает звук идет, чтобы женщина быстросела, она заходит в комнату, в зал, она слушает его благословение, он отвечает аминь, потом может выйти обратно в кухню, помыть руки, прийти и покушать свой хлеб, и она тоже исполнила митцву. Значит, если женщина, она услышала благословение, как муж держит два хлеба и говорит бараха, работай, уже она исполняет митцву. Это последнее, третье, это есть у нас в Талмуде спор, если это митцва, держать два хлеба, это из закон Торы или это из закон наших мудрецов. Таз, это Турезахаб, тоже один из Решоним, он пишет, что это Ахроним, он пишет, что митцва, держать два хлеба, и говорит благословение Шаббат, это митцва из Торы. Магейн Абрахам, это другие уже комментарии, другой раввин говорит, нет, это просто закон раввинов, мы вспоминаем время, когда Бог надавал два хлеба каждую пьяницу на пьяницу вечер, и также на субботу. И поэтому там митцва, не торопитесь, дайте всем, все за стол, скажите бараха, что все это услышали, это очень большая митцва. Амин, амин.